Друзья, всем привет! Сегодня мне наконец-то удалось нашкрепсти по сусекам на новую подборку топ-5 багов. Отдельная благодарность всем, кто все же нашел кнопку отправить на своем девайсе и прислал мне занятные баги в игре. Что ж, не будем тратить ваше драгоценное эфирное время, а мы начинаем. Я готов, я готов, я готов, я осозрел. На пятом месте расположился баг на карте Эль Аламейн, для осуществления которого нам понадобится могильщик и платформа, которая и дает возможность заехать наверх. Этот прикол я подсмотрел в обзоре у степью на могильщика, поэтому ранее, до ивента 2018 года данной фичи, то бишь застревания, не было. Как видите, танк застрял, и теперь выбраться нет возможности. Зато можно представить, как танк превращается в пушку, и если состав тронется с места, вот же будет умора увидеть данную картину со стороны. И кстати, да, пушка чем-то напоминает вторую дюну, если кто-то из старичков помнит эту славную стратегию на Сегу. Мне самое больше нравилось играть за Атрейдеса. У них были такие крутые танки, которые стреляли звуковыми волнами и сносили танки просто пачками. Но запас прочности был слабый, как у арты. На четвертом месте нас ждут, как всегда, стандартные баги с текстурами. Так вот, что самое досадное, это не реплей из тренировочной комнаты. Данная фича произошла в реальном бою на карте Химмельсдорф. Спасибо подписчику, что прислал свой реплей с данной проблемой. Так вот, играя за вафлю и настреливая хорошенечно урон, игрок сталкивается с такими проблемами, как залипание в текстурах. Одно дело, когда у тебя пинг или слабое устройство, а другое, когда вафля застряла в текстурах и с тебя орут. Особенно команда противника, ему очень весело. А вот мне досадно видеть такие проблемы. Уважаемые разработчики, надеюсь, вы следите за моим каналом. Хотелось бы, чтобы данную проблему все же хоть как-то, но пофиксили. Я готов, я готов, я готов. Я смотрел. Я готов. Я. На третьем месте у нас снова моя любимая карта Эли Аламейн. И здесь нас ждут прозрачные текстуры, а именно рельсы, через которые можно вести огонь по команде противника. Если новички не знают данный баг, то лфаги в целом в курсе, что можно на танке с хорошими УВН и с отличным пробитием наказывать противников, которые даже не будет в курсе данной фичи. Это, конечно, попахивает не спортивным поведением или даже читерством. А вы как считаете? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментарии. Едем дальше. Я готов, я готов, я готов, я готов. Я смотрел. На втором месте нас ждет карта Порт. И для осуществления проблемы нужен танк Т49. Казалось бы, что тут необычного? Очередной самоубийца хочет покончить жизнь, сбросившись бренным телом в обрыв. Спасибо Кириллу с голосом Никитанга за то, что прислал реплей. Всем привет, вам Никитанга. Но, видимо, что-то пошло не так, и невидимая сила притяжения удерживает ваш танк в воздухе в очень забавной позе. Представляю, как будет ржать команда противника, когда увидит Т49 в такой вот позиции. Лично мне кажется, стоит зашить текстуры и убрать возможность топиться на данной карте, потому что некоторые игроки по прикову едут туда и просто сливают бои. Но может удела в другом, просто Т49 это супергерой вселенной Марвел. Я готов, я готов, я готов. Я смотрел. Сука. На первом месте нашего хит-парада ключевой звездой будет Яга Е100. Ебать, 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 ебать. И карта Восточная правонь. Спасибо большое Даниу за то, что прислал данный баг. Для реализации данной фичи нам нужно на танке заехать на выступ или ступеньки, расположенные вдоль кирпичной стены. Честно, я давно так не ржал, особенно когда увидел, как Яга Е100 корчится в припадке и танцует ча-ча-ча, словно ее в жопу ужалило 10 шершней. Таких забойных шагов вперед я давно не видел. Мне кажется, если бы авторы грязных танцев увидели данный видос, то забрали бы Ягу на главную роль и назвали бы фильм «Грязные танцы Яги засранцев». Леша, давай, 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 Леша, ну! Ебана! Ебать того, Леша! Данный баг я отношу к смешным и не совсем полезным. Если в реальном бою вы случайно заедете на выступ и немножечко так суицидничаете, то союзники вам спасибо точно не скажут. Ну на этом у меня все. Поддержите, пожалуйста, данную рубрику лайком и подпишись на канал, если тебе понравилась данная рубрика. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!